во имя отца и сына и святаго духа аминь царю небесный утешителю души истины и же везде сый и вся исполняя из сокровища благих и жизни подателю риди и вселесивны и очистены от всякие скверны и спаси блажей души на шаг господи иисусе христе дивный милосердный господь в честь рождества твоего святого и воскресения этого великого и славного благослови нас на этот день на это собрание дабы мы поделились полезным друг для друга были нужными друг другу как члены одного тела главой как которого являешься ты господь иисус христос мы спрашиваем твоего благословения хвала тебе милосердный господь отец сын и дух святой аминь мир всем уже братьям сегодня у нас 8 января 2023 года по празднества по рождеству христову вот криви воскресный день по богослужению воскрес воскресенье она всех перекрывает праздник над всеми праздниками по сути вот по правильному даже суббота воскресенье просто вообще быть не должно никакого хоть что хоть великий пост идет ну то есть надо его обязательно нарушить как-то ну допустим строго человек держит пост мне если не пьет но если суббота и воскресенье то обязательно что-то должен съесть чтобы нарушить пост и по там богослужебным всевозможным книгам там всякие тропари кондаки воскресный он всегда перекрывает все остальные если у католиков у них самый первый праздник самый главный это рождество христова а потом пасха идет то у православных пасха выше идет чем рождество воскресенье христа выше и мы более правы здесь потому что без воскресенья и рождество не принесет тут без воскресенья даже рождество не имеет смысла только по воскресенье все это завершилось спасение рода человеческого так как сейчас тогда начнем прочитаем сегодняшние немножко чтение апостол я участвам в храме читаю апостол выхожу вообще ничего не понимаю ну то есть я только знаю о чем там говорится потому что я неоднократно читал это но вот так со слов с того что ты читаешь это понять нет это невозможно я более чем уверен что это невозможно сколько раз я это послание к евреям что она мои любимые послание одно время было но как на церковном славянском начинаешь читать в какой тьме просто находятся десятилетиями люди которые не обращаются к синодальному переводу при небесному этому звучанию и ты как бы довольствуешься уже тем что ты просто читаешь и все больше ничего точно церковно-славянском и дальше ничего не надо прочитал правильно поставил ударение там на различных словах мне понравилось мне там ну я там читаю и ударение где-то нарушаю где-то но ошибаюсь просто вот и мне сразу сказала реген что за каждое нарушение ударение ты должен каяться на исповеди мне так это понравилось я думаю действительно так надо подходить к вопросам спасения ко всем вопросам не только чтения вообще но только жалко когда все что касается вот этого внешнего тут это так соблюдается все что касается самого важного что люди христа не знают подходит к чаше здесь такой вопрос не канонов не знают церковных правил никаких здесь такого отношения нет вообще нет такого отношения поэтому и учитаем у христа христос говорит что отцеживайте комаров и верблюдов проглатываете тогда уж надо все отцеживать все что можно уж действительно евреям евреям 11 глава 17 по 18 стих веру и авраам будучи искушаем принес жертву исака и имея обетование принес единородного о котором было сказано в исаке наречется тебе семя толкование выше всех по вере авраам ибо здесь вступила в борьбу с божественным повелением не только природа но и слово божье ибо кто сказал дам тебе и потомкам твоим землю бытие 17 8 тот же повелевает принеси во все сожжение сына твоего бытие 22 2 поэтому говорится что авраам искушаем не потому что бог имел нужду испытать добродетель его но чтобы мы этим испытаниями делами научились добродетель его заметь же что искушение настолько полезно что бог не только другим попускает причинять их верующим но и сам искушает чтобы девить их более опытными какие мы сложные места писания считаем сам искушает и все таки здесь я сделаю разъяснение по поводу веры смотрите господь обещал что у авраама будет сын его наследник но природа сама то есть господь это обещал мы должны то есть вера на вера в чем проявлялся должна привычного в том что он в это поверить должен в это верить и это ожидать это как бы вера вступала в борьбу с природой а как он уже был стар сара даже и без старости она не могла зачать даже и то есть никогда и молодая была не могла зачать но еще и старая уже была то есть это природа обычный порядок вещей не позволял я начать на ребенка ему надо было веровать то есть это при встать выше природы выше обычного порядка вещей но когда он получил еще сына уже по вере а господь сказал что от от него произойдут от авраама произойдут произойдет народ многочислено больше там чем песок морской больше чем звезд можно сосчитать он знал что в исааке наречется семя и тут господь говорит вопреки тому что он до этого учу говорил он говорит так принеси его в жертву сына то есть до этого он говорил что от него как бы все ты можешь опираться на эти слова и сына уже получил а теперь вот иди принеси его в жертву какое сильное испытание но невероятно сильное в этом здесь и говорит все филакт что здесь купила есть вера вступила в борьбу с божественным повелением вот так вот бог не искушает никого но каждый искушается собственной похотью то есть речь о том что бог не искушает никого соблазном на грех то есть он никого грешить не соблазняет у него на грех у него нет такого бог не то есть вот человека похоть это не бог его соблазняет у него там мысли какие-то это все делает дьявол или он сам бог ничего он только на добро все но бог испытывает веру в данном случае он испытал веру авраама под вот здесь это названо искушением почему и авраам назван отцом всех верующих то есть выше всех по вере авраам ведь он преодолел не только природа веру при выше природы то есть сверх надежды поверил и он знал что то обетование божие оно не может отмениться даже если он принесет сына свою в жертву евреям 11 19 ибо он думал что бог силен из мертвых воскресить почему и получил его в предназнаменование толкование достойно удивление то что он не имея другого сына на котором мог ожидать исполнение обетования но имея только одного однако же принес его в жертву почему же по великой вере ибо он веровал что бог силен и после заклания его воскресив его из мертвых исполнит обетование и через него ожившего множит семя каком же смысле сак был единородным когда у него же еще был измаил что касается обетования то он был единородным ибо он и был в собственном смысле семенем ибо в исаке наречется тебе 7 бытие 21 12 мы читаем что значит в предзнаменование то есть образ показания тайны относящиеся ко христу ибо как тогда исак был оставлен овен же был заклан так один христос будучи в одно и то же время богом и человеком по человечеству был принесен в жертву за нас божественной сущность же осталось непричастной страданию вообще же авраам был образом бога отца исак сына божья а как бог по своему великому человеколюбе решил совершить это великое и превосходящее разум таинства отдать сына своего за нас то и желал даровать это не как собственный свой дар но как бы отплатить долг говоря при этом как бы следующее я ничего нового не даю человеческому естеству принося за него в жертву сына своего и баврам принес сына своего чтобы для меня закладь его почему я возвращаю долг а не дар даю и в предназнаменование то есть в овне авраама авраам принес исака в жертву то есть заменил овном который был образ исака то есть закон был изображавший собой исака видите мы в апокалипсисе еще читаем что была на небе война и дьявол был сброшен да и там и с помощью крови агнца то есть еще один из не было закладу написано что уже тогда был он сброшен тогда уже это кровь было агнца то есть это какая-то тайна великая невероятная и она вневременная вот эта жертва то есть мы знаем что во времени она произошла там 2000 лет назад но все что указывают на эту жертву везде мы видим это освещено богом то есть жертвы который приносил прин принес авель угодны были богу жертвы которые приносились соломоном в этом в храме соловоновым храме взорвавели в храме иудейском да все которые постановил моисей приносить все эти указывали на эту жертву то есть все как бы она не эта жертва но указывал на эту жертву через это все освещалось как бы правильным становилось а по сути догадаться до этого было невозможно надо было просто верить вот бог говорит что так надо делать и делать а догадаться никак самому что это как-то связано на что-то указывает то есть это не это не человеческое это от бога все и сейчас даже вот мы при но вот в литургии там эта бескровная жертва как бы приносится как бы жертву она естественно жертва была принесена на голгофе но как бы указывать на эту жертву и освещается это все священное становится видите это какая-то такая тайна великая божия вневременная это жертва сына и только в нем мы получаем искупление прощения в этой жертве строительство называется боже бог строит свой дом и вот это первые шаги его строительства необыкновенной просто догадаться невозможно это точно вы туда желали проникнуть ангелы и не могли это никто не знал этот первый шаг просто здесь нигде не говорится ну говорится но не здесь что он же всегда был недоволен тем не то что недоволен а всегда это его тяготило почему именно вот от агарита этот измаил и и нету больше вот это его всегда тяготило он понимал что это не конец еще он поэтому понимал внутри но он не мог догадаться как будет дальше он знал что обетование есть будет как мир песок морской и вот измаил ну можно понять но он любил любил сару то есть это его была семья сара вот чем дело нужно было чтобы все были верующие вот сюда никак не подходила потому что это язычество это это не миролюбие божие это зло и он это понимал ну настояла жена господского лады не спорь с ней все но мы сейчас видим что что измалетяне наделали вот это чуйка жены как у них там они называют это внутренне это я как они называют внутри вот это чувство то у них предупредить интуиция интуиция я просто выкинул это интуиция с женой постоянно с этим разговора иду хватит ваших интуиции они мне надоели уже это интуиция у них ну и что до интуиции лась и сейчас все израильтяне это все магометане ну ты сам знаешь это все ты как изроды же как раз близкие близкие очень а если бы этого не было ну тогда спасаемых было меньше ну господь все поставил на свои места но женщина должна свое место прежде всего было знать я вам понимал что ссору люблю ссору где от нее семя дома строительство тайна кстати это повторится у якова и уса и у исаака повторится и я как ждал до 40 лет чтобы была женщина а именно из рода верующего и правильного и то же самое яков точно так же все тоже ждал когда у него люби от любимой женщины будут дети вот это на чем у кого на что указывает это все таки это указывает на то что аврааму доподлинно были известны предания которые оставались они были известны ему это было известно ему и о каине и обавили и о сифе и она и а мафусале и о ламехе и ходил правильность енохи все эти он об этом знал иначе бы он никогда не не смог искать там что-то так далее то есть он искал потому что предания остались это показывало как люди это ценили и оставили это в какой-то мере но он знал потом моисей было больше открыто я думаю так однозначно что аврааму что-то это знал что были праведники и грешники и и он их отличал даже в сару влюбился но она была видать такая женщина достойная так как она была служить и крови чистых праведных то это отражалось на ней своеобразно но это мы видим дальше по канве до слова божьего ну да сейчас уже время 22 минуты все закончим чтение давай первое это еретики когда говорят что у нас воспоминания получается что в принципе им не возразишь толком по плане что у нас тоже как ну как воспоминание получается только у них только воспоминания ну да вот идет эту границу надо провести как здесь только воспоминания у них не превращение а только воспоминания и все а у нас еще как и у христа съесть кровь моя еще жертва никакой не было вообще христос он дает берет чашу наберет хлеб преломляет играть есть тело моё еще жертвы не было тело его уже никакой они забывают евангелия там и 6 главу 33 стиха когда он начинает говорить о крови и теле своем натурально вы должны есть это и пить а у них это на второй план куда-то уходит как будто вообще христос об этом не говорит это был камень прескновение ему вообще-то в деле домостроительства вообще-то от него вообще почти все ушли после этих слов ну вот так и протестанты ушли после этих слов и все почему православие в таком меньшинстве а в православии еще и верующие люди есть ортодоксы так свет ну и второй вопрос ну это с этим да понятно спасибо христос второй вопрос что люди почему-то но даже я подозреваю почему потому что я сам обманываться рад и им приятно с себя ответственность спихивать они вот эту веру авраамову перекладывают на других людей частности на священников если сказал батюшка вот так сделать значит он то знает лучше меня он там ответит если что перед богом вот это вот этот перекос страшнейшим образом это сатанинский обман настоящий когда они берут вот этот пример и перекладывают нас на людей набор на божье на людей перекладывают на эту тему может быть тот что-то скажет еще если мы знаем эти слова ирианим климента иерусалимского и апостола павла если ангел с неба или апостол или мы будем говорить не то что вы приняли да будет анафеля если мои слова не сходятся с библии не верьте мне и гнать и бренчанин говорил об этом что все слова духовника надо сверять с священным писанием и учением церкви любого человека я бы так еще предположил что это вековечное вековечное заблуждение человеческого ума как говорит премудрый соломон что многозаботливый ум это много утружденным телом озабочен и так далее совершаем ошибки это как были язычники жрецы я думаю что это неоязычество то есть приходит человек к неоязычество такое странное вроде бы если бог один так далеко и так нам непонятен что нам легче вот здесь вот просто договориться с этим человеком все-таки у нас понятнее ближе и он нам что-то даже дает вот однозначно было такое у язычников был верховный понтифик кстати понтификом до сих пор называется папа римский понтифик это верховный жрец переводится с римского с латинского и он своим жрецам дает задание что делать и так легко и просто и все понятно только жрецу теперь надо дать этому от бога или от богов верховные полномочия они дадены то есть это ватикан отбил себе что они они первые ватикан 1 то есть римский папа выше всех апостол пюре петр держит ключи небо и теперь дальше этот догмат 1866 года они прыгают они по грешимости папы все все стало на свои места жильцы этическое развитие жильцы обстряпали свое дело мог сказать не нужно только как и его почетное имя как ярлык у нас здесь вот на рабочем столе хоп что-то хочешь открыть а заходи в компьютер его не только и все так она и используется рождество все праздники вот эти их все отмечают вот смотришь неверующие там все президенты там поздравляют его даже радость такая на праздник вот рождество такая интимная радость сердце но полная радость ты конечно не можешь испытать потому что знаешь что не знают когда знаешь что твой народ не знает бога ты не можешь полной радостью радоваться как бы хотелось я думаю то же самое было у апостолов когда вот они 66 глава 6 стих евангелия то она когда все отошли от христа и они одни остались я думаю после этого не были те же самые чувства там радости было совсем мало ну такие как говорится районного масштаба а вселенского понятно было что христос постоянно говорил о своей смерти что будет убить вспомните когда они вышли после того как храме побывали и все нормально все на своих местах и они камни какие камни то какие строения то какие огромные все хорошо господи зачем ты все время свои смерти говоришь тебе всего 30 занятий или собрание не поняла занятия или собрание идут продолжай я удалил я удалил продолжай тебе всего 30 всего 33 года года ты так молод зачем ты на себя наговариваешь ну и помните это когда петр сказал господина не будет это с тобою и господь сказал я понял кто кто на тебя воздействует сатана а петр ничего не понял что сатана на него воздействует оказалось бы он хотел показать любовь к христу а христу нужно было показать что не все по в порядке вашей церкви не все в порядке в храме храм будет разрушен говорит такие слова просто услышать а если бы они не задали вопросы о храме и так далее ну наверное христос может быть посвятил еще один год чтобы они наконец-то задали этот вопрос иначе они никаких вопросов то ему не задавали духовных то и ему пришлось на этот вопрос совершенно не духовный хотя он оказался они ему как бы так сказали господи у нас все хорошо в церкви мы столько что там были тебя никто не ловил тебя никто мы молились там жертву принесли все хорошо же было священники на своем месте стоят левиты на своем месте стоят жертвы горят воздух приятное благоухание поднимается но в этот самый момент рядом с ними находился бог который не принимал этого благоухания он об этом как-то нужно было им сообщить а как пришлось вот такие жесткие слова ему говорить суровые непонятные и они нам слава богу передали мы теперь понимаем они тогда еще не поняли что он говорит это господь уже так сделал что как только он отошел началось гонение на христиан им пришлось уходить и проповедовать других местах и пришли римляне когда они были в других местах а христиан то нет праздники так и продолжались они почему на праздники то не пошли это же были их иудейские праздники они уже поняли бесполезно раз сходили второй раз сходили третий сколько теперь опять с иудеями что ли оставаться они жестокосердные а в храме так и все и происходит и они тогда поняли слова христа так оно так и должно было происходить а они же христа убили при всем том что возносят ему же богу и жертвы но никто не сказал что храм это не дом божий господь сам об этом доме божьем сказал что все не так то есть что-то должно случиться и вот мы сейчас видим что происходит у нас стране а у на а у нас считают священники продолжает существует откройте просто спас этот канал и везде они говорят постоянно у нас вся страна это благоизбранный народ вместе с патриархом все благоизбранности наши говорят что мы третили уже с ума подходили не понимает чем дело что он закончится ну и все закончится понятно чем то что с камерой сбросить не разобрали ну потому что могут быть правита взявший плен сам по вернуться в зале стрим разошел что ты желал другому все придет на тебя они еще не разбирал если не желал еще возле не раскачали чем говорим а мы пришли после занятий этого вообще не понимали и проверим все молитвы неси национально месяц я оси оса трудно а вот так покаяние за этот народ принести и вот молитву то прочитали вот эту на не они те покаяния разомните за русский народ там и так далее закрою так они все народы таковы это и есть молитва монахов за весны сверни она такая должна быть то есть кается за весь мир не только за россию или за украину свадьбу все можно добавить да 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 давайте вот в иеремии 7 главе 7 главе там пророк обличает пять роликов иудеев и не надейтесь на обманчивые слова здесь храм господень храм господень храм господень с нами ничего не случится вот вот вы надеетесь на обманчивые слова которые не принесут вам пользы как вы крадете убиваете прелюбодействуете прелюбодействуете и клянетесь во лжи и кодите ваалу и ходите вслед иных богов которых вы не знаете а потом приходите и становитесь пред лицо моим в доме сем над которым наречено имя мое и говорите мы спасены чтобы впредь делать все эти мерзости не сделался ли вертепом разбойников в глазах вашему дом сей над которым наречено имя мое вот я видел это говорит господь ну да да это все конкретно вне временно про нас еще хотел брат добавить очень кратко то что говорит что радость неполная именно римлянам 15 глава 5 стих там апостол он к ним пишет и говорит что бог же терпение утешения дадар это вам быть в единомыслии между собой по учению иисуса христа дабы вы единодушно едиными устами славили бога и отца господа нашего иисуса христа и вот этого единомыслия его практически не встретишь нигде кроме вот здесь в нашей группе здесь что можно было с человеком поговорить о чем-то и в единомыслии пребывать и молиться и знать что он понимает также как ты понимаешь а о чем-то спасительным имеется ввиду да 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 то есть правильное понимание даже молит предположим литургия каждый литургия там молится молится дьякон выходит по воле себя святим храме сем и о людях с первым благоговением и страхом божиим входящих вонь господу помолимся и так предприкинь кто там стоит у кого есть вера благоговение и страх божий приходит много там людей на ходу находится таких таковых и если понять на самом деле всех проэкзаменовать выяснится что молится дьякон и все кто с ним молится за единицы тех кто пришел в храм за единицы а остальные они вне этой молитвы даже находятся даже об этом люди не понимают что они даже себе то не могут помолиться потому что он разговаривает во время литургии или еще что-то там делает даже такие вещи но вот здесь тоже можно добавить что и тот кто молится за тех кто тоже не всякого молитва пред господом доходит отклоняющий ухо свое от слышания закона кто отклоняет ухо свое слышание закона тобой молитва мерзость мы читаем это у соломона тогда все верно вот я говорю о том тех кто молится священство тоже многое нарушают жертва нечестивых мерзость перед господом а молитва праведных благоугодна ему притча 15 8 притча 28 9 кто отклоняет ухо свое от слушания закона того и молитва мерзость итак братья давайте может кто-то слово получить так и на тихоныч вот и слова сейчас я скажу по всем всем объявления сделаю что говорит человек может не более пяти минут не более желательно 3 но 5 этого если важная мысль 5 максимум я буду этим следить и на тихоныч побольше дается слова 10 но я попутно хочу сказать сразу научитесь кто выступает где мыслить категориями священного писания раз и второе мысли которые излагаете с повторами посмотрите нужно ли это если то что говорите изобразить на бумаге вы примете после этого сами себя так это будет как хотелось бы вот просто за свои вещи нужно следить следить ничего лишнего никаких лишних повторов только где вдолбить тогда можно сказать это между делом дальше если выставить вот это слово премудрого соломона кто отклоняет ухо свое от слышания слова божие твою молитва мерзость уберут это мерзость в алтарях мерзость храмах мерзость по домам это ужасное состояние вывести высветилась и господь бы коснулся сердец это было бы религиозная революция сегодня отошел я нажал не туда володя подожди откуда они там пока свете нажал на зерна как раз на бывает у меня такое так что же мне теперь надо найти то где-то это все же это так долго нет и не вижу где у нигде нету который надо к вид вас вот гулиф вот какое так ох это что же такое то это означает не сто процентов 100 теперь уставился теперь где что делается в это время концовки я везде сейчас поставлю это ангел на рождество вот здесь надо необходимо просто поставить а теперь поставить не сюда вот сюда во свете библии зайти сюда она поставит нас сейчас и многие в интернете по милости божией у меня объявление промахнулся повертки нового завета все закончено еще прошлом году и типография перед финальным утверждением она все файлы располагает в том порядке как они поняли такие файлы вот так они выглядят наши гравюры и здесь такие вот черточек черные идут это файлы как они их расположили здесь по 80 страниц документе потом он по трем томом к вот эти три вкладки вот такие вот они вещь на экране не знаю видно экрану нет видно видно я вот эту папку сейчас пришлю кто может проверьте пожалуйста вот здесь том-1 схема том-2 схема том-3 схема это мои файлы здесь правильное расположение нужно брать отсюда файл он смотреть предположим сейчас я покажу быстро берем том-1 схема открываем том-1 клей к 1 вот он так выглядит здесь написано что это в клей к 1 между такими страницами иллюстрация 1 вот здесь например том-1 между такими страницами клей к 4 вот этот файл нужно сравнивать с тем что типографии прислали с большим вот этим файлом под 80 страниц и порядок чтобы совпадал чтобы не было так что в клей к 1 например стоит после в клейке 3 это такая работа которую надо проделать если кто-то сможет то помогите с этим не принципе не так много времени уйдет так братья ждем сестры кто-то откликнетесь пожалуйста это нужно сделать сегодня всего лишь сверить надо правильную последовательность да то есть вот файл от типографии вот вы его открываете у себя сохраните смотрите вот здесь 4 из 80 здесь смотрите совпадает 4 иллюстрация все правильно и так по порядку посмотреть совпадает нет если что-то не совпадает то выписать что какие сроки сверки николай спрашивает не понял вопрос сроки когда сроки чем раньше тем лучше сегодня завтра максимум потому что чем раньше мы скажем что все согласовано тем быстрее запустят печать но вроде бы раньше 13 у них бумаги нету как я понял но по предыдущему опыту общения то что они говорят что нету или будет позже оказывается что раньше готова поэтому лучше сегодня завтра это не сильно долго принципе 16 картинок если каждый по 16 хотя бы картинок просмотрит это 10 человек перекроет полностью задачу 16 картинок посмотреть это минута может две нету действует один человек это возьмется один или два игнотик ночь да я к тому говорю что у нас же составлены клише потому что рисунок с двух сторон и когда они его складывают когда уже сделается переворачивать на той стороне кверх ногами это же все уже сделано зачем это сейчас вот делать и не сделайте только испортите у нас же все это есть готово игнотик все уже сделано уже сделаны вопросы последовательности последовательность была посмотрите посмотрите во втором издании как они были уже сделали во втором издании как они идут по порядку и в таком порядке сделать там еще не надо просто листы назвать как назвать их 1 2 3 вот так это и сделано сейчас перепроверяем игнотик ночь со вторым зданием не сверять там ошибки во втором издании бумага должна быть только милованная милованная закладки есть или нет это леса которое да даже быть не меньше 70 сантиметров там сколько 3 30 и чем с чем-то чтобы сантиметров 5 она выходила сверху вниз книги закладки там у нас венками сделано может такая ровно быть как ленточка все это есть ну проверить надо какого цвета будут закладки первое белое вторая синяя третья красная вот так сегодня тихом же знаем знаем кто будет проверять на меня выйти отдельно потому что сейчас тут такого напутали что не то проверьте со вторым томом не сверяйте потому что там были ошибки там были ошибки со вторым изданием там были ошибки в последовательности здесь уже без ошибок она станет прямо это игорь дубунов он и заново переделал пересматривал и потом вы тут уже сверяли то есть выходите на николая астахова брат если никто не выйдет и мне напиши тогда мы уже по-другому будем а я со зрения ошибки были ничего не попишешь три часа сидели мы с ними вдвоем с николаем я даже не ожидал этого так братья еще у кого есть слово с рождеством христовым поздравляю у меня вопрос к знаете тихомичу здесь нет здесь и знаете тихомич мир вам сегодня на проповеди во время проповеди на службе в храме священник сказал послание апостола о любви и в частности коснулся любите врагов ваших и давал пояснение этому но говорит как трудно любить врагов но это надо научиться но есть как можно любить бесов он дал понять что кроме любви врагов ориентируясь любить бесов и я понял что это связано с этой ситуации которая происходит сейчас между странами вот второй второй вопрос у меня он рассказал уже не по библии рассказано о том что когда иосиф с сыном и с марием бежали в египет по дороге их остановили разбойники и хотели его убить это младенца но один из разбойников пожалел младенца и этот разбойник висел на кресте с правой стороны вот скажите по этой ситуации что нибудь спасибо христос так вы поторопились на 16 минут мое время еще не настало отвечать первое второе касается где-то войны и прочее трудно любить они никогда к этому не придут потому что берут за основу филарета любить надо но если это враг враг государства его убить надо филаретова блевотина она затопила им глотки глаза и третье это бреди пьяных старух все отошел игнат технич это не это не занятие это здесь нет у вас времени после чего значит неправильно сказал здесь у вас это всегда да это после занятий ну хорошо спасибо здесь всегда время у меня после моления вот считаем когда часто обращаются люди я уже привык к этому так что николай георгиевич забудьте про это это люди которые в руках не держали писания они не знают жития святых и поэтому они молотят чтобы удивить людей поразить их воображение чего бы ради разбойники напали нас на осле едет убить ребенка да никогда этого не было это не сегодняшние мазохисты еще конечно этого не было в другом месте им надо было плоды дерево наклонилось и плоды прямо в рот пали там ну что угодно выдумывают не собирайте эти сплетни отошел спаси христианство и налилуя так вот тут константин тянет руку но нет на собрание вы пока выступать не можете это там после занятий когда будут у нас занятия после будут вопросы уже отдельно можно будет задать вы говорите не можете тоже правила группы вам запрещается полгода поэтому вы написали да там мы уже на занятиях это сделаем вы там разъясните получше потом вячеслав да вы с николаем обсудите сейчас вот сколько у нас заказано экземпляров нового завета толкованием иметь трехтомников до трехтомник 55 тысяч 5 тысяч сейчас распределить его уже писали